Фати. Ну что, ребята, у нас сегодня, ну, шесть либо семь матчей, скорее всего, будет шесть, два очень даже интересных. Интересно не тем, что Барселона встретится в четвертьфинале с Ювентусом, да, друзья, с Ювентусом. Ансу Фати, возможно, даже, так сказать, раз на раз выйдет с Криро. Ну, посмотрим. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Поехали. Так, друзья, ну вот, четвертьфинальный пар. Атлетика, Мадрид, Арсенал. Очень интересное противостояние. Локомотив, локомотив, четвертьфинале, да, и встретятся железнодорожники с Тоттенхэмом, с лондонским Тоттенхэмом. Шахтер будет принимать мадридский Реал. Ну, посмотрим. Давайте взглянем еще и на Лигу Европы. Лига Европы. Манчестер Сивилия, Лили Азе, Эвертан Рен и Лейпциг Наполи. А первый матч в этом выпуске с Леванта на выезде. Так сказать, тренировочка. Дальше идет Валенсия. Дважды встретится Барселона с Валенсией в рамках Кубка Испании. Ну, а потом, если я не ошибаюсь, Ла Лига и Ювентус. Дважды. Ладно, давайте не будем загадывать, не будем забегать вперед. Сейчас главное сыграть матч с Леванта. Так, ребят, ну что у нас? Начинается второй тайм. 0-0. Леванта-Барса. Ансу Фати вышел на 45 минут, чтобы показать себя. Фати сразу же передачку. Хорошая передачка прошла. Но Суарес и должен сделать. А Суарес не делает то, что он должен был сделать. Месси. Хорошая передача. Фати! Удар! Вот так вот. Вот так вот нужно реализовывать. Хорошая передача от Ракитича. И Ансу Фати поборолся, да, и такое бывает. Ансу поборолся и открывает счет в этом матче. Слушайте, на самом деле, это козырь Барса. Это понятно, потому что у него хорошие статы по скорости. И он убегает. И он убегает от защитников, которые уже подустали. Вот здесь посмотрите. На широком шаге еще и поставил корпус. И без шансов на технику. Фати на Суареса. И сразу набирая скорость Ансу Фати. Суарес, прекрасная передача. Луис Суарес. Удар в дальний угол. Фати! Ну, нет. Нет, друзья. Не будет дубля. Но это только пока. Де Йонг. Де Йонг поборолся. Де Йонг неплохо. Сэмэдо. Лео Месси. Лео Месси, Ансу Фати. Сразу пробить. Рикошет на Суареса. Вот так вот, друзья. Вот это был бы момент, если бы Суарес смог укротить эту... Я бы не сказал, что это передача. Просто укротить мяч. Ансу Фати. Передача на Месси. Лео. Лео Месси. Месси. Ну, давай-ка с левой проверь. Хорошо. А можно же еще лучше. Мы все прекрасно знаем, что Месси может еще лучше. Ну, что, ребят. 0-1. Ансу Фати забивает. Я бы сказал, это уже, знаете, буднищина. Раньше, когда, помните, в начале карьера Ансу забивал, это просто вау-вау. Но сейчас... Ну, классно. Классно, молодец. Так, друзья. Ну, что, у нас следующий матч в рамках Кубка Испании. Барса принимать в Валенсию. Это первый матч. Их будет два. Я вам напомню. Быстренько по составу. Родриго, Гомес, Солер, Гэдыш, Кондобия. Хорошая команда у Валенсии. У Барса сегодня в стартом составе в линии нападения Дембеле, Месси и Антон Гризман. Давайте начинать. Ребята, начинается у нас тайм второй. И посмотрите на счет. Барса уступает Валенсии. 0-1. Но это только пока. Вышел Ансу Фати. Вместо Авсмана Дембеле. Хорошая передача, Ансу Фати. И может быть пробить? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ансу Фати. Делай счет. 1-1. Вот это да. Вот это Ансу. Вот это передачка. И кто ее сделал? Давайте посмотрим. Я на самом деле, честно сказать, друзья, не ожидал такого. Не ожидал. И с левой пробелы Ансу Фати. Передача была, по-моему, от Семеда. Если я не ошибаюсь. Вот здесь покойненько поборолз. Опять же поборолз и пробил с левой. Еще раз повторюсь. Я такого не ожидал. И Ансу Фати забивает в втором матче подряд. Луи Суарес выходит вместо Гризмана. Де Йонг. Суарес. И Месси. Неплохо Месси зарядил с правой. Хороший был момент. По-моему, Ансу Фати там был в офсайде. Ну, давай, сообрази, что не Фрэнки. Месси. Месси удар с левой. Хороший рикошет. Хороший рикошет. Я думаю, Месси так и задумал. Это еще тот хитрец. Лео Месси. И, кстати, да. Мяч-то записан именно на лево. Ну, странновато. Де Йонг. Суарес. Месси. Неплохая передача. Ансу Фати отрывается. Эх, на замахе. По-хитрому хотел сделать Фати. Ну что, ребят. 2-1. Ансу Фати выходит. Ансу Фати забивает. Валевая победа. Барселоны. Так, ребят. Ну что, у нас второй тайм. Ансу выходит вместо Дембеле. Ничего необычного. Какая ошибка. Элементарная передача не прошла. И вот здесь может быть очень опасно. Солер врывается уже в штрафную. Солер может и пробить. Пике не привози. Пике. Фати неплохо. Суарес. Фати. Суаресу передачку. Ну, Луис. Ты должен... Ты что, серьезно, что ли? Не, я понимаю, что может быть там где-то... Глубоко в душе Пижону. Не до такой же степени. Ну, можно было просто убегать 1 на 1 и... И забивать. Видали? Вот неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно забивать. Такие нужно забивать. Какая прекрасная комбинация. В стиле Барсы. В стиле Барсы, да. Барселона сыграла в стиле Барсы. Такое бывает, ребят. И снова Ансу забивать в третьем матче подряд. Я не верю своим глазам. Вот честно. Вот тут я уже не верю своим глазам. Ансу Фати. Великолепная просто комбинация. Бомбическая комбинация. Я не знаю, как еще сказать. Давайте посмотрим. Ну, просто красота. Да и только. Месси пропускает Фати. У него было время. Вы видели, да? Не в одно касание пробил. Если бы в одно, то это вообще шедевр был бы. Неплохо. Суарес. Хорошая передача. И какая прекрасная скрытая передача была на Ансу Фати. Ракитич. Суарес. Хороший удар. Суарес. Да, там немножко непонятка была какая-то. Ну, передача на Месси пройдет. Проходит. А то, ой, это не Месси. Это, конечно же, Перес. Перес. Ансу Фати. Да. Я же забыл, что Лео ушел уже с поля. Пять минут добавил судья. На самом деле я удивлен. Я приятно удивлен, что Барса спокойно проходит Валенсию. Да, друзья. И Барса выйдет в финал Кубка Испании. Еще передачка. Неплохо. Ракитич. 0-2. Суфатим. Луис Суарес. Уверенная победа Барселоны. Ну что, друзья. Барселона. Ювентус. Это вывеска достойна финала. Лига чемпионов. Четвертьфинал. У Барса. В линии нападения. Гризман. Месси. Суарес. Ракитич. Артур. И Бускет. В центре полузащиты. Что насчет Ювентуса. Келлини. Делик. Сандро. Данило. Матюиди. Рабьо. Рэмзи. Пьянич. Роналло. И Гонсало. И Гои. Давайте, собственно, начинать. Ну, он сухати, понятное дело, на скамейке запасных. Я надеюсь, что он выйдет и покажет Ювентусу, на что он способен. Красавец стадион. Просто забит под завязку. Четвертьфинал. Еще раз повторюсь, друзья. Барса Ювентус. Прекрасная вывеска. Команды уже по трибунам помещения. Ну, посмотрите, какая красота, да. Вообще великолепно, конечно. Все сделано. Графон на высшем уровне. Сколько вмещает стадион? Я думаю, где-то под сотню уж точно. Команда уже выходит из-под трибуны помещения. Келлини капитан Ювентуса. Пике капитан Барселоны. Ну, что, ребят, у нас тайм второй. Ювентус-Барса. Если быть точнее, Барса-Ювентус. Пока по нулям. Он сухати выходит. У него есть 45 минут, чтобы проявить себя в таком матче с таким соперником. Робьер. Отлично. Аптурка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Альба. Сержи Роберто. На правом фланге Роберто. Неплохо так обошел своего пикуна. Это был Рэмзи. Хорошая передача. Суарес. Рэмзи. Криро. Хороший удар Криштиану Роналду. Ну, слушайте, он-то любитель позабивать Барселоне. Еще когда играл за Мадридский Реал. Фати неплохо. Суарес. Фати. Удар хороший Ансу Фати. Как мне показалось. Но голкипер на месте. Сержи Роберто. Лео Месси. И Ансу Фати пробить. Ансу Фати очень долго на самом деле. Пытался нанести удар в одно касание. Но пока Фати подстроился. Жорди Альба. Де Йонг. Ой-ой-ой-ой. Матиди сыграл великолепно. И отправляет Криштиану Роналду. Один на один, возможно. Нет, нет. И тут еще кто? Тут у нас Манджукич. Хороший момент. Великолепная комбинация. Слушайте, я думал, что если бы Криштиану Роналду наносил удар, там, скорее всего, был бы гол. И пошла контратака. Ну, слушайте. Ювентус играет поинтереснее. Последний минут 10. Манджукич цепляется за мяч. За любой мяч старается цепляться Манджукич. Смотрите, что там творит Робьо. Накрутил Дебала. И все, друзья. 0-0. И все решится в Италии. Так, ребят, ну что? У нас матч Барселона-Граната. Счет 2-0. Ансу выходит буквально на минут 10. Не знаю. Успеем что-нибудь делать за это время. Надеюсь, у нас будет шанс убежать 1-1. Ансу это очень любит. Убегать 1-1. Давай. Роберто, дружище. Вдвоем-то нужно съедать уже. Неплохо, неплохо. Антуан Гризман. Так, нормально. Пердачка. Де Йонг. Фрэнки. Фрэнки. Ансу Фати. Еще передачку. Ансу Фати. Еще передачка. Ансу Фати. Ну, ах ты маленький защитник. Ах ты маленький засранец. Ты задержал Ансу Фати. И он мог забивать уже на 88-й минуте матча. Обидно. Неприятно. Досадно. Но ладно. Ансу отдал еще передачку. Ансу. И давайте кос... Так, я не понял. Мне это не нравится. И Ансу Фати в ближний угол. Ой, как ужасно пробил. Как ужасно пробил. Да, ребят. На самом деле, честно сказать, я был настроен, чтобы забить. И немножко даже тянуло дело на себя. Точнее, это дело Ансу Фати. Ну, ладно. 2-0. Самая главная победа. И с хорошим настроением Барселона летит в Италию. Давайте взглянем на турнирную таблицу. Мадридский Риал находится на первой строчке. У них 81 очком. 4 поражения. 3 ничейных результата. 61 мяч они наколотили. Забили. Не знаю, как еще выразиться. Барса находится на второй строчке. Вы сами все это видите прекрасно. 2 поражения у Барселоны. Вы посмотрите, сколько поражений у команд, которые находятся ниже второй строчки. 10 минимум. Барса забила 44 мяча. Меньше, чем Адлитика Мадрид. Меньше, чем... Ну что, друзья. Последний матч в этом выпуске. Ювентус на своей шикарной, прекрасной арене принимает Барселону. Первый матч закончился со счетом 0-0. Команды по трибуном помещении уже выходят. Все готово к этому матчу. Если Барса забьет, начнется очень интересная игра. А, кстати, Буфон сегодня в стартом составе и будет тащить. Да, он будет тащить. Или не капитан команды Ювентус. По-моему, видаль капитан Барселоны. Ансуфа Тим по-прежнему на скамейке запасных. Все готово к матчу. Давайте начинать. Так, ребят, ну что? У нас 2-0. Ювентус ведет. Отличился Криштиан Роналдо и Робьо. На самом деле, Ювентус смотрится поинтереснее. Поинтереснее. Но я бы не сказал, что они прям так доминируют. Ансуфати. И давайте в дальний угол. Какой был момент? И как же я лично я, собственно, ручно запортачил. Что это такое? Рэмзи! Ой-ой, неужели 3-0? Ну, ребят, все. До свидания, Лига Чемпионов. Я не знаю, что сказать. 3-0. Но Барса на самом деле такого не заслуживает. Вы все прекрасно видели сами. Привет защитникам. Большой пламени. Хорошая передача. Суарес. Еще передачку. Фати. Да как же так? Ну как? Так он даже в мяч не ушел. Обалдеть просто. Я до сих пор не могу понять, как это все произошло. Роналду. Поставил корпус Криштиана Роналду. Сейчас просто возьмет и слева зарядит ближний угол. Я знал. Я знал, португалец. Я тебя знаю. Но я штрафную. И кто там? Ансуфати? Нет, не Ансуфати, Де Йонг. Нужно пробить. Хороший удар. Штанга. Добивание. Неужели голкипер выручил? Ребят, это буфонище. Это просто буфонище. Вы посмотрите. С этого ракурса, с этой камеры будет. Тут штанга, понятно. А вот здесь. Вот так вот, друзья. Ну что, друзья. 3-0 просто Ювентус уничтожает Барселону. Но я еще раз повторюсь, что Барса такого поражения не заслуживала. Вы видели, как забила Рэмзи. И примерно такой же мяч забил Рэмзи. Вот. 3-0. Барса вылетает из Лиги Чемпионов. В четвертьфинале. Давайте посмотрим на результаты. Атлетика Мадрид проходит Арсенал. А вот Локомотив молодцы. Они просто взяли и прошли Тоттенхэм. Мадридский Реал с минимальным счетом обыграл Шахтер. И с кем же сейчас в полуфинале Лиги Чемпионов встретится Московский Локомотив. Ансу Фати. 19 мячей, 15 голевых передач. Рейтинг даже не на капельку не тронулся вверх. Не подрос. Посмотрите. Да. Ну что, ребят. Так хорошо мы начали. Ансу Фатис забивал в трех матчах подряд. И в итоге вылет из Лиги Чемпионов. Но это футбол. Не забывайте подписываться, комментируйте, ставьте палец вверх. С вами был Гамбит. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok